Клюшников Пётр Лаврентьевич, Антонина Лаврентьевна. Видите? Вот. Всё. Три строчки. Да. Вот призван, где служил. Подержал на руках, понянчил и ушёл. Навсегда в армию Петра Клюшникова призвали в 1939-м, в год рождения младшей сестры Тони. А в 1941-м его направили служить. Не служить, уже война когда началась, на Белорусский фронт. И всё. И так весь, лесточка о нём не было никакой. Вот это было единственное письмо и единственная, наверное, фотография. И в 1944-м году приходит похоронка. После она потерялась, и судьба брата для неё осталась неизвестной. Только в этом году алтайские поисковики установили, что произошло. Ранен и после ранения уже дослуживал каким-то плотником, он рядовой был. А потом-то вот и написано, что от ран скончался в госпитале. Добрый, общительный. Ну вот, то, что у меня запомнилось. Этот смелый, добрый и навечно молодой парень похоронен в Полесе, в Белоруссии. А совсем скоро его имя увековечат на родине. Это радость, что я, наконец-то, я увековечу имя служившего парня молодого, который и погиб в молодые годы. В Мемориал Славы здесь свыше 14 тысяч имён наших земляков, которые так и остались на полях боевых сражений. Те фамилии, которые потемнее, были добавлены давно, а те, что ещё блестят совсем недавно. Так, в прошлом году здесь появилось сразу 25 фамилий красноармейцев. И всё это благодаря поисковикам. Поднимаем бойца. Ребята нашли в квадратной роще останки красноармейца. Поисковые экспедиции к местам боевых сражений за пандемией коронавируса поставили на паузу. Но работу ведут в другом направлении. Поступил к нам запрос поисковому. Мы забираем. Бельчич Ефим Петрович. Через ресурсы ОБД «Мемориал. Память и подвиг народа» поисковики узнают судьбы пропавших без вести. С одной стороны, просто, потому что при наличии интернета ты зашёл и работаешь. С другой стороны, сложно, потому что, ещё раз повторюсь, из-за многочисленных ошибок в написаниях имён, например, вы сразу так с первого раза не найдёте имя. То есть это нужно работать. Такая путаница возникла из фамилии Ефима Бельчича, нашего легендарного земляка. Он был одним из тех, кто защитил памятник тысячелетия России от фашистов. Он был командиром артиллерийской батареи, которая поддерживала тогда, в январе 1944-го, наступление лыжного батальона, который первым перешёл через озеро Ильмень и первым перерезал железную дорогу. Таким образом, наш земляк, поддерживая огнём свои батареи, наступление этого батальона, он в том числе не дал фашистам вывезти этот памятник. Иногда на поиск уходит 10 минут, а чаще всего месяцы. Эта работа, конечно, не такая зрелищная, признаются поисковики, но не менее важная. И пока нет экспедиций, всё своё время они посвящают работе в интернете. Ежедневно к ним приходит до пяти заявок от родственников погибших и потерянных. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Валентина Аскерова, Александр Антропов.